Вадим Викторович, питание до нас. Днамы вышло не организовывать панц-секторы на матче с Украины и Леги. Как вы ставитесь на это решение и что на это решение было? Вопросы относительно нашей подготовки, относительно соперника готов на все вопросы отвечать. Что касается фан-сектора, здесь, как говорится, это не по моему назначению вопрос. Вопрос по поводу подготовки команды. Получается, что команда сейчас матч проводит в Азербайджане. Почему именно вот эта страна была выбрана и какого вообще это играть без болельщиков? Как ответить к тому, что команде не разрешено проводить матчи в Беларуси? Ну, я, наверное, на первую часть вопроса отвечу. То, что касается того, что мы домашние матчи проводим в Азербайджане, здесь два момента. Первое, это то, что в прошлом году мы уже, играя в Лиге конференции, в квалификации, были в Азербайджане. Нас принимала эта сторона. В принципе, оставила хорошее впечатление там проведение подготовки к матчу. Никаких, как говорится, у нас вопросов не возникло. Поэтому с этой точки зрения мы выбрали это направление. Мы уже провели один матч стартового тура основного раунда Лиги конференции против Харца. Там, опять-таки, все было для нас сделано, как говорится, наилучшем виде. Поэтому с этой точки зрения мы выбрали Азербайджан. И второй немаловажный аспект – это то, что логистика. То есть с Минска мы можем прямым рейсом добраться до Баку и уже минимум терять времени для того, чтобы тратить время на восстановление. Я понимаю, что вы хотите как-то больше подготовки, но такой вопрос, как геополитическая ситуация в общем приятна. Нет, только помачиваю вопросы, пожалуйста. Завтра будете гулять на ненатуральном поле. Будете готовы плавать на выбор в склады? И через риски дает повык, как в пульсе от ромали травмы? Это внешний фактор. Мы принимаем эту ситуацию. Мы понимаем, что Хик играет на искусственном газоне. В принципе, я сейчас вышел, посмотрел. Он достаточно хорошего качества, по крайней мере, визуально. Поэтому с этой точки зрения все внешние факторы мы, как говорится, внутри команды всегда отбрасываем на второй план, в хорошем смысле этого слова. Для того, чтобы хорошо подготовиться к завтрашнему матчу, мы сегодня проведем предигровую тренировку на искусственном газоне. Для нас это не проблема. Вот поэтому с этой точки зрения мы готовы к матчу. И я думаю, что этот фактор никаким образом не повлияет ни на выбор стартового состава, ни на нашу хорошую игру. Это не проблема, потому что мы профессионалы, и пища не важно. Это не проблема. Мы можем обеспечить это. Мы и противника играем на самую пищу, поэтому я не думаю, что это будет проблем для нас. А если команда какая-то откажется играть, на основном, по политическим плечам, то какая будет возможность реакции, как бы в этом выпуске относится? Что да, то есть... Мы не живем со слагателем, если наклонением. Мы участвуем в серьезном турнире, поэтому с этой точки зрения мы готовимся к каждому конкретному матчу. Завтра нас ждет второй матч в квалификации, вернее, в основном раунде Лиги Конференции. Поэтому в первом матче, как и соперник, мы уступили. Поэтому нами движет только соревновательный момент. Завтра мы хотим показать хорошую игру. Даже независимо от того, что еще раз готов повторить, играем на искусственном газоне. Хотим набрать очки, хотим двигаться дальше и показать хороший футбол. Это все на уровне слухов. Все, про что вы сейчас сказали, задав вопрос мне, это все я вижу в прессе, не более того. Поэтому слухи, каким образом можно комментировать. Я как работал, так и работаю. Это абсолютно информация, которая выходит с средством массовой информации на меня, никаким образом не влияет. Вы в першню за динамо, в першню за две сгадовый штуковый этап Еврокопков. А я на фоне в Беларуси догадывали разговляют про максимальное объединение чемпионата в России и Беларуси. Это украшение некоторых футбол. Как вы это представите? Потому что, например, Сергей Борецевич сказал, что это не справа футболистов. Что для вас, Леш, вхоженный тезис является самому спартаком, ци ЦСКА, ци измогательственной Еврокопки? Для меня имеет значение только завтрашний день, важная игра, на которой я сосредоточен и вся команда сосредоточена. Поэтому мы так далеко в будущее не заглядываем и комментировать что-то вроде того, что было бы для нас лучше. Для нас было бы лучше завтра одержать победу и сделать существенный шаг вперед в основном раунде Лиги Конференции. Вы сказали бы то, что вы анализовали ХИП и он может быть связан по некоторой информации. Но есть ли какие-то качества команды, эмоции, какие вы бы знали, какие есть по всех этих вариантах информации? Да, безусловно. Я и подготовился, ожидая вопрос именно по матчу, по сопернику. Вот небольшой листочек, который позволяет мне, скажем так, еще раз теоретическое занятие, которое мы провели с командой, сказать о том, что да, команда исповедует агрессивный футбол, направленный на фланговые подачи. Хорошая антропометрия у футболистов ХИКа, достаточно высокие, мощные ребята все, поэтому сама стилистика игры, да, это хорошее давление, фланговые подачи, взаимодействие во флангах. Ну и хорошо по створу ворот они, скажем так, за счет своих антропометрических данных оказывают давление на соперника. Вот, есть интересные личности, вот, и в атаке, это и Эрвин, это и Коку, вот, и Банде, полузащитник, правый атакующий, да, Хостика. Вот, это группа атаки, которые, скажем так, мы изучили, скажем, их возможности, как командные взаимодействия в атаке, так и индивидуальные их действия. Поэтому, с этой точки зрения, мы полностью владеем информацией по команде, знаем, что Каннелопулос, восьмой номер, игрок, который ведет игру, конструктивный полузащитник в центре поля, тоже надо уделить ему внимание серьезное. Поэтому, мы полностью владеем информацией по команде соперника, еще раз говорю, с большим профессиональным уважением относимся к команде, которая попала в основной раунд Лиги Конференций. Здесь слабых соперников не бывает, поэтому каждый матч это отдельная история, ну, еще раз говорю, новый формат проведения Еврокубков основных раундов Лиги Чемпионов, Лиги Европы, Лиги Конференций позволяет играть только один матч против соперников, поэтому в этом и есть интерес, чтобы скрупулезно подготовиться к сопернику, изучить его сильные какие-то, может, недостатки в игре, вот, и для того, чтобы реализовать свои сильные стороны, добиться успеха. В сегодняшнем прессе была информация, что агент Раи Лорбиса ездил в Молдову, как подписать контракт с Шерифом. Как вы это прокомментируете? Ну, опять-таки, вот вопрос, не конкретно по матчу, да, но сейчас задаете вопросы, которые касаются около каких-то командных слухов, наверное, я бы так сказал, потому что, ну, что можно комментировать, когда что-то на уровне слухов выходит из средств массовой информации. Абсолютно никак не могу комментировать этого, потому что не владею этой ситуацией вообще. Лопес – игрок нашей команды, завтра он готовится выйти в стартовом составе, это ведущий наш крайний защитник, поэтому самое главное ему быть готовым, здоровым к завтрашнему матчу и показать все свои лучшие качества. Все остальное я не комментирую. Будут еще вопросы? Это действительно завтрашний день. Если вопросы, то спасибо. Спасибо.